Оторвать молодежь от компьютеров и привлечь к активным видам спорта поможет новый веревочный парк, который открылся на территории Комсомольского озера. Такой проект появился на Югорской земле благодаря соглашению между правительством округа и нефтяниками. Он учитывает потребности прежде всего детей, подростков и молодежи столицы Самотлора. Здесь любители экстрима и активного образа жизни смогут пройти по одному из шести маршрутов. О первых впечатлениях от нового парка в сюжете Анастасии Кармалаевой. Я прошел! Три уровня сложности, шесть маршрутов и 32 этапа включает в себя новая точка притяжения. Попробовать свои силы могут вортовчане всех возрастов от шести лет и старше, а также любители экстрима и активного отдыха. Самые смелые не упустили возможность в числе первых проверить себя на ловкость. Я первый раз пробовал. Мне понравилась вот эта вся половина, а вон та была тоже весела. Но вот эта больше всего. Мне понравилась. Было немного сложновато. Вот здесь кольца были сложноваты, еще там было тоже. А остальное легко. Довольно залипательно и легко. Мне кажется, здесь можно всем попробовать полазить. Ребята, честно признаться, мы сложные. Реально сложно даже, потому что всегда тренируешься, но все равно должна быть другая подготовка. Высота конструкции 10 метров. Выполнение маршрута проходит под контролем инструкторов. Здесь их шестеро. И каждый имеет опыт скалолазания и альпинизма. Сначала посетители проходят подробный инструктаж и получают снаряжение. У нас была система страховочная, два карабина и шлем, в первую очередь, для техники безопасности для детей. Первый уровень, второй и третий. Для всех действуют одни правила. Одномоментно на трассе не может находиться там, если на верхнем ярусе более двух-трех человек, на нижнем ярусе больше пяти-шести человек. Поэтому инструктора, отвечающие за каждый ярус, будут следить за прохождением. В случае необходимости эвакуировать специальные лестницы. Поэтому все согласно технического задания и требований к этому объекту. В будущем, по словам специалистов, объект можно будет развивать и наращивать новыми элементами. Также его будут использовать для тренировок по спортивному туризму. Веревочный парк будет работать и в будни, и в выходные дни. Стоимость прохождения трассы будет зависеть от количества уровней и сложности. Анастасия Кармалаева, Сергей Зайкин, Окружная телерадио компания «Югра», Нижневартовск.